Дворжевский Юрий 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 куда их класть и откуда их брать, и скажу немного про одну плюшку Spring Cloud. Давайте начнем. Конфигурации обычно выделяют трех видов. XML-базинг конфигурации наверняка вы все видели. Она состоит из большого XML, в котором прописаны спринговые бины. Это объекты, экземпляры ваших классов. Также в XML-конфигурации добавляются определенные расширения приложения. Например, здесь приведен пример использования тега от Spring MVC, который что-то делает, например, настраивает ViewController пару. Выделяют также аннотейшн, BasicAnnotationDriven конфигурацию. Признаком ее является наличие аннотации стереотипов на ваших классах. Наверняка вы все встречали слова сервис, компонент, контроллер, репозиторий. И отличительной чертой данных аннотейшн конфигураций является использование аннотации Autowired. Ну, поговорим, что это такое, почему это плохо. Ну, и, естественно, скажем про современную, принятую сейчас, в частности, в Spring Boot по умолчанию, Java Basic конфигурацию. Ну, наверняка вы тоже встречали такую конструкцию, когда метод помечен аннотацией BIM, ну, и возвращаются объекты определенного класса. На самом деле, в приложениях таких чистых, XML-based, Intentation, BIM, Java-based конфигурации, не встречается. Чаще всего встречается некоторая смесь. Например, у вас может быть запросто XML-контекст, но, например, в ваших сервис-классах вы можете использовать Autowired. У вас могут быть аннотации Autowired. Часто встречается еще другой вариант, когда мы используем Java Basic конфигурацию, ну, и некоторые BIM-ы, свойства, они у нас связаны с помощью аннотации Autowired. Ну, и хочу отметить, что часто в приложении встречается вообще помесь всех этих трех. подходов, ну, и мы с вами про них и поговорим. Но XML-конфигурация, вам всем знакома, у нее есть определенные плюсы. Во-первых, у XML-конфигурации очень много примеров. Документация, по большей части, она написана с использованием именно XML. На Stack Overflow часто встречаются именно ответы, где используется XML-конфигурация. Еще одним из плюсов является ее централизованность. Ну, у вас имеется одно определенное место в приложении, через которое вы его и конфигурируете. Здесь вы можете указывать property, некоторые другие объекты. Ну, и соответствующий XML, он над вашим приложением управляет конфигурацией, создает компоненты. Подобное использование, вот такой XML-ки над Java-классами, оно, естественно, мешает связанность кода. Ну, действительно, его контейнер с помощью XML, он, естественно, заставляет писать конструкторы, свойства, использовать интерфейсы. Ну, естественно, никаких зависимостей между Java-классами дополнительных он не добавляет. Ну, у XML-конфигурации есть определенные минусы. Ну, самый большой минус в использовании огромных XML. Ну, вы наверняка видели XML в таких приложениях, которые состоят из тысячи строк, из двух тысяч строк. Ну, вообще использование формата XML само по себе является минусом. Это достаточно сложный формат, его можно расширять. Расширения не всегда являются удачными. Вот здесь приведен пример такого XML, который в действительности появляется в вашем приложении, с подчеркиваниями, с какими-нибудь ненайденными классами. Еще особенным минусом XML является то, что необходимо, если мы хотим, например, добавить аргумент конструктору, какое-то свойство класса, в данном случае мы не просто добавляем это конструктору, а нам действительно нужно изменять это в нескольких местах. Если у нас используется этот класс в бинах, в нескольких контекстах, нам приходится каждый раз править XML. И в связи с этим очень тяжело рефакторить код. Действительно, добавление какого-то параметра, переименования может абсолютно не затронуть сам XML. Не всегда работают смарт, я здесь написал звездочки, это смарт-подсказки, смарт-наполнение. Не всегда мы пользуемся такими крутыми средами, как идея. И использование XML приводит к тому, что у нас какие-то ошибки появляются именно в ронтайме. Например, мы сделали ошибку в XML, мы написали неправильное название свойства. Если у нас не сработало автодополнение, мы эти все ошибки получаем в ронтайме. Ну и это те большие минусы, которые привели к эволюции XML-базед конфигурации. Но если у вас в проекте все-таки встречается XML-конфигурация и по каким-то причинам переход на Java-базед или на Notation-базед конфигурации не происходит, могу рассказать некоторые хитрости, которые позволят вам сделать ваш код и приложение более редактируемым, более дружелюбным для программистов. Например, тег-импорт позволяет нам из одной большой проблемы в виде большого XML сделать несколько маленьких проблем. Обычно XML-контексты, естественно, разбиваются, например, на контексты сервлетов, на контексты всего приложения, ну и на контексты источников данных, DataSource. Ну, с помощью импорта также можно подгружать несколько контекстов из вашего ClassPass. Ну, к примеру, вот пример кода, который написан вот здесь, он загружает все XML-ки, подключая ваш текущий контекст из всего ClassPass. Если у вас одно большое приложение с большой XML-ю, вы можете поделить как само приложение на модуле, так и эти XML-контексты на разные. И вот с помощью такой директивы подключить их все разом. Ну, собственно, вот такую рекомендацию, как делить приложение на модули, использовать импорт, остается дать, если у вас в проекте используется XML. Также XML предоставляет некоторые расширения. Ну, стандарт XML, он позволяет использовать сторонние схемы. Ну, вот пример написан вот здесь. К примеру, вот таким вот образом мы подключаем properties. Некоторые фреймворки, Spring-фреймворки, например, Spring-MVC, Transactions, Security, Context и многие другие, они предоставляют свою схему для того, чтобы можно было проще писать эти XML. Ну, подобные расширения не слишком упрощают жизнь. Ну, вот из пакета утиль, наверное, вот это единственный тег, утиль properties, ну, который вообще может помочь вам как-то сократить именно XML. Другой рекомендацией, которая поможет вам сократить XML, ну, я могу дать использовать Spring-Expression Language. Ну, вот здесь вправо приведен пример, каким образом можно вставлять ссылки на другие бины без использования Spring-Expression Language и с использованием Spring-Expression Language. Вот подобные выражения позволяют вам, условно говоря, в строчке создать какие-то объекты, добавить им какие-то настройки, запустить масс-рандом, получить какое-то случайное число и многое-многое другое. Если у вас есть какой-то класс, ну, для которого вы совсем не хотите создавать бины, вы можете использовать именно Spring-Expression Language. Часто такая ситуация возникает, когда мы занимаемся именно конфигурированием. настраиваем какие-то фабрики, соединения, используем сторонние библиотеки, какие-то сторонние классы. В данном случае вам не обязательно создавать бины для каждого из них. Вы можете использовать именно Spring-Expression Language. Ну, хочу отметить, данная рекомендация, она именно для выражения, касающейся конфигурации. Все-таки бизнес-логику помещать в конфигурационный XML. И не нужно. Часто, когда ругают XML-контексты, XML-конфигурации, часто говорят о том, что в XML-конфигурациях нет никакого автовайра. Автосвязывание, оно не есть. Если у вас большое число, бинов, большое число связей между ними, вы можете установить связи, используя атрибут автовайр вашего бинара. Тем не менее, вам все равно придется объявлять эти бины каждый раз. Вот это такой XML-контекст. Еще одной проблемой XML-контекста является то, что некоторые ошибки появляются в рантайме. Причем рантайм бывает разный. Бывает рантайм, когда у нас поднимается контекст, например. Бывает рантайм, когда ошибка возникает в результате работы приложения, возможно, она трудно обнаружимая. И такое часто происходит именно с XML-контекстом. Рекомендацию, которую я могу дать, это использовать вместо вызова сеттеров через тег-проперти использовать соответствующий конструктор ARC. В данном случае это обезопасит вас от того, что вы забыли задать какую-то переменную, задать какую-то проперти, и то, что у вас приложение корректно запустилось, но тем не менее оно продолжает некорректно работать. Не всегда такое можно сделать, но использование конструкторов ARC обезопасит вас или перенесет ошибку из рантайма вашего приложения именно в рантайм загрузки контекста. Но также еще рекомендую поднимать контекст в тестах. G-Unit предоставляет такую возможность, используя Springrunner. Подобное поднятие контекста может сказать вам, корректно у вас составен или нет. XML сам по себе формат достаточно сторонний к Java, плюсом является кроссплатформенность и расширяемость. Использование его в качестве контекста для Spring приложения достаточно сомнительно. Соответственно, и стали появляться различные возможности с использованием именно Java языка. То есть с использованием аннотации, ну и, соответственно, с использованием непосредственно кода. Ну вот, собственно, такие мы с вами разберем. Вот annotation-based конфигурация, она представляет собой то, что вы видите слева у себя на экране, какой-то сервис Movie Catalog, помечен аннотацией сервис, и он автовайрится, вставляется в какой-то другой класс. Хочу обратить ваше внимание, что это поле Movie Catalog, оно задается именно самим Spring контейнеров, и не нужно писать никакого конструктора, никакого сеткера. И код получается достаточно компактным. Ну, собственно, annotation-based конфигурация отличается тем, что используются автовайрид, ключевые слова, а также стереотипы контроллер, REST контроллер, сервис, компонент, репозиторий и так далее, и так далее. Ну, очень популярно вместе со словом автовайрид используется специальная аннотация value. Ну, вы все знаете, что, например, сюда можно подставить значение какой-то переменной. Не все знают, что туда можно подставить выражение того самого Spring Compression Language, который используется, который вы можете использовать для создания объектов, для проведения каких-то вычислений. Ну, и вот такая annotation-based конфигурация. Annotation-based конфигурация обладает рядом плюсов. Ну, во-первых, здесь нет никакого XML в нашем коде. Ну, под словом никакого я подразумеваю почти никакого. Чаще всего вот подобная annotation-based конфигурация, она поднимается именно в XML-контексте с помощью слов annotation-driven. Вот. И чаще всего наличие этой маленькой XML из большой красивой annotation-based конфигурации чаще превращается в смесь XML-бинов, ну, и, соответственно, наших сервисов. Изменения теперь мы производим, на самом деле, в одном месте. Если мы хотим поправить конструктор, мы меняем параметры конструктора. Если мы хотим добавить какое-то поле, мы добавляем это все в том классе, в котором нам необходимо. Java-коды действительно становятся меньше. Рефакторинг стал намного проще, потому что чаще всего рефакторинг затрагивает именно те классы, с которыми мы работаем. Рантайм ошибки. Часть просто исчезла. Ну, согласитесь, например, неправильный XML-контекст, очень странно получить в annotation-based конфигурации. Тем не менее, ошибки, связанные с автовайред-кандидатами, с тем, что Spring не может найти какие-то зависимости, но они по-прежнему остаются. Ну, и в защиту annotation-based конфигурации, можно сказать, что Spring под фреймворки, такие как Spring MVC, Transaction Management, ну и вообще многие другие, они именно так и настраиваются. Объявляется какой-то сервис, компонент, контроллер, репозиторий. Ну, с ними вы можете работать в других ваших классах. Annotation-based конфигурация на самом деле является, ну, имеют некоторые минусы. Иногда нужно нам создать для какого-то определенного класса, ну, вот, к примеру, Movie Catalog, несколько бинов. Такое возникает редко, когда нам действительно необходимо два сервиса одного класса. Но такие ситуации возникают. В данном случае нам, ну, нужно совершать какие-то дополнительные действия, чтобы, ну, создать два бина одного класса. Вообще использование автовайред, оно достаточно сильно расслабляет программистов. Очень тяжело пишутся юнитесты. Для того, чтобы протестировать, ну, вот, к примеру, данный класс Public, класс Movie Recommender, именно в таком виде, без конструктора и без сеттера, нам необходимо поднять контекст, в контекст положить, ну, соответствующий mock Movie Catalog, дальше тестировать уже наш Movie Recommender. Это требует дополнительных расходов от программиста. Ну, и один из недостатков, который, ну, я лично считаю это недостатком, подобное использование annotation-based конфигурации, это тем, что зависимости между классами теперь стало добавить абсолютно элементарно. Ну, и действительно, хотим мы использовать какой-то класс в одном классе, пожалуйста, добавили автовайред поле. Нашли какой-то код в каком-то совершенно другом классе, пожалуйста, давайте его с автоварием и будем использовать. Ну, и изначально annotation-based конфигурация задумывалась, чтобы получались вот такие вот красивые сервисы, без конструкторов, с минимумом методов зависимости. Ну, чаще всего на практике получаются вот именно такие классы. Ну, если вам не видно, вот можете посмотреть, в начале там идет серия автовайред полей. И использование автовайред полей, оно расслабляет программистов, ваши классы становятся больше, ваши классы становятся сложнее тестировать, туда добавляется больше логики, ответственность класса расширяется, дублируется, класс уже выполняет несколько другие функции. Ну, что делать, чтобы такого не было? Ну, как ни странно, чтобы уменьшить связанность, чтобы не писать большие классы, ну, как ни странно, самая простая рекомендация – это лучше писать код. Ну, действительно, сильная связанность и большие классы – это определенный запах вашего кода. Выявить их могут помочь именно юнит-тесты. Ну, к примеру, давайте посмотрим на наш класс, там есть порядка 10-11 автовайред полей. Для того, чтобы это протестировать, мы можем либо поднять какой-то свой тестовый контекст, либо пойти самой простой дорогой, добавить в класс конструктор и через этот конструктор задать значение всем этим полям. Если у нас в классе используется 30 полей, и мы на это можем не обратить внимание, то конструктор из 30 полей в юнит-тестах – это самый классический запах, на который стоит обратить внимание. Огромное количество сеттеров, большие аргументы методов. Ну, юнит-тесты как раз помогут вам выделить из ваших классов, с которыми кажется, что все в порядке. Еще одну рекомендацию, которую я могу добавить – использовать автовайред именно не для полей, а для конструкторов. Все эти зависимости вы можете добавлять через вызов конструктора. Спринг сам их разрулит. Если не имеется, он вызовет конструктор, который задаст поля для вашего объекта. Подобное использование позволяет вам как можно лучше, как можно явнее обозначить код, сказать, что у нас имеются такие зависимости, помогает юнит-тестирование. Ну, если у вас есть 30 зависимых сервисов, это позволяет вам обнаружить. Такое же можно делать и для сеттеров, и у автовайред-свойства есть плюшка, что ее можно навешивать вообще просто на произвольные методы. Вот, рекомендую использовать именно них. Еще один из возможностей, один из рисков при использовании annotation-based конфигурации я вам сейчас расскажу. Давайте посмотрим на архитектуру. Чаще всего у нас в нашем приложении именно многоуровневая архитектура. У нас пользователь общается с Vue, есть бизнес-логика, она здесь названа, домен. Есть классы, которые общаются с дата-сурсом. Где-то боком находится инфраструкция, классы, логирование, ну, тот же ее контейнер классический. Так вот, один из рисков annotation-based конфигурации, то, что Spring попадает в самые ненужные места. Ну, давайте посмотрим. У нас есть, например, инфраструкция. Ну, это действительно тот Spring, который мы используем. Это Spring и его контейнер, это чистая инфраструкция. Здесь у нас все использует Spring. Если мы используем, например, Spring GDBC, Spring проникает и в наши дата-сурс-классы. Если мы используем Spring ORM, это гораздо больше проникновение Spring в ваши классы. Ну, или то же самое, если мы используем Spring Data, например. На Vue, если мы разрабатываем веб-приложении на Spring MVC, то можно смело считать, что весь Vue заполнен Spring контроллерами, которые здесь есть. И часто происходят такие вещи, когда из разных этих слоев в окруженный Spring домен начинают проникать различные классы. Чаще всего проникают именно автоварет, аннотации. Но бывают и другие. Например, можем использовать какие-то Spring плюшки, URL билдеры и так далее, и так далее. Чем это грозит? Давайте посмотрим. Во-первых, кроме того, если мы обнаружили Spring классы, Spring коннотации в нашем домене, во-первых, это говорит нам о том, что мы в ближайшем будущем от Spring не откажемся. Чаще всего Spring проникает разом в наш домен, и использовать какой-то другой EOK-контейнер становится очень тяжело со Spring коннотацией. Таким же, ну, эта перспектива на самом деле отдаленная. Основной проблемой является reuse данного кода. Действительно, если у нас в наш домен объекты используют Spring классы, Spring коннотации, использовать их в каких-то сторонних библиотеках, возможно, у нас есть, хотим сделать маленькую утилиту, их довольно тяжело. Ну, собственно, из-за reuse кода проникновения Spring в домен достаточно тяжело. Ну, и, соответственно, это нарушение архитектуры. Что делать в таком случае? Ну, один из вариантов, когда вы действительно хотите использовать что-то вроде autowire, что-то вроде компонентов, является стандарт GSR-330. Ну, вот здесь вот справа написано эквивалентности. Вместо autowire вы можете, ну, примерно то же самое, вы можете использовать аннотацию Inject. Вместо аннотации компонент вы можете использовать аннотацию Named. Самое интересное, что аннотация Named, она еще используется вместо аннотации Qualifier, например. Ну, вот здесь я дал ссылку про использование вот этого стандарта, можете пройти по этой ссылке, ну, и вот в QR-коде никаких фишлинговых ссылок нет, можете спокойно пройти и посмотреть. Ну, и самый простой способ не размещать Spring классы в домене – это просто этого не делать. Не всегда это возможно именно с многоуровневой архитектурой. И хочу вот в этом месте предложить, ну, вот здесь нарисована так называемая луковая архитектура. Тот, кто знает про домен-дриблен архитектуры, тот знает, что здесь на самом деле этой же картинкой нарисована и клин-архитектура, и гексагональная архитектура. Чем она хороша? Ну, давайте посмотрим, где будет располагаться Spring в данном случае. Ну, безусловно, это инфраструктурные классы, это EOK-контейнер, возможно, какие-то еще другие. Инфраструкция классы, они вынесены на внешний слой. Ну, для тех, кто не знаком, скажу, что вот данная картинка означает то, что внешние слои, они видят внутренние слои, а внутренние слои они не видят внешние. Соответственно, у нас нет абсолютно никакой зависимости доменных классов, ну, скажем, от бази данных или от юзер-интерфейса. Ну, кстати, в многоуровневой архитектуре она есть. Ну, если мы используем, например, Spring GDBC и Spring Data, Spring проникает у нас по-прежнему во внешний слой. Это допустимо. Если мы используем Spring MVC, соответственно, вот здесь вот у нас находится Spring. И таким образом, ну, в архитектуре именно происходит отражение того, что не нужно привязываться к какому-то конкретному фреймворку. Ну, собственно, вот Spring фреймворк, он будет располагаться в вашей классе, скорее всего, ну, вот исключительно на внешних уровнях. Использование подобной архитектуры, ну, позволит вам избежать еще других проблем. Хочу отметить, что, ну, не всякое приложение так просто переписать на вот эту луковую архитектуру. Если вы пишете микросервисы, микросервисы или начинаете разрабатывать какой-то сервис, ну, вот данная архитектура поможет вам сохранить ваши доменные классы в частоте. Сохранили ваши доменные классы в частоте. Так, ну, переходим дальше. Возникает вопрос, а где находится вообще файл контекста? Если в XML конфигурации у нас был специальный файл, где мы могли располагать бины, возможно, другие какие-то настройки, файлы property, то с использованием, ну, условно, только аннотации компонент, сервис, value, это сделать очень тяжело. И вообще без контекста, ну, достаточно тяжело разрабатывать, именно без файла контекста, содержащего описание бинов, достаточно тяжело разрабатывать приложение, потому что в вашем приложении часто встречается их чисто конфигурационный код. Его абсолютно непонятно, куда девать. Также существуют проблемы, если мы хотим создать несколько бинов одного класса. Ну, как я уже говорил, иногда возникает необходимость, например, создать два сервиса с разными настройками. Ну, вот, с использованием чистых аннотаций сервис и компонент это сделать очень тяжело. Также очень тяжело работать со сторонними классами, с классами из других библиотек, потому что они аннотации сервиса компонента, в принципе, не содержат. Ну, и вообще, вот какой-то файл, стоящий над вашими классами, он, естественно, уменьшает связность. Уменьшает связность естественным образом. Без него ваши классы сильно зависят. Ну, собственно, для этого и придумана так называемая Java-based конфигурация. Ну, отличительной чертой ее является наличие специального класса, вот здесь он называется Application Config, с аннотацией Configuration. Ну, собственно, эта аннотация в Spring и говорит о том, что вот это конфигурационный класс. По сути дела, это тот же самый XML, только написанный на языке Java. Ну, давайте посмотрим, как он устроен. У каждого метода стоит, например, аннотация BIN. В данном случае у метода стоит аннотация BIN, и она говорит о том, что этот метод будет возвращать экземпляр нашего сервиса. Обратите внимание, ну, вот у нас в примере есть метод PersonService, который возвращает экземпляр объекта, и соответствующий класс, он не содержит вообще абсолютно никаких аннотаций Spring. Ну, и фактически эти BIN создаются не Spring контейнером, а создаются именно нами, вот в Java коде. Ну, в данном случае, вот у нас Return New Service, мы руками создали определенный объект. Это добавляет определенные бенефиты для использования. Ну, во-первых, у нас здесь абсолютно никакого XML. Spring устроен так, что по большей части вам приходится выбирать, когда вы начинаете разрабатывать приложение, или использовать XML-файл, или соответствующую конфигурацию Notation Java. Конечно, можно сделать монстра, состоящего из XML и Java конфигурации, но по большей части, если мы используем вот такие классы, у нас никакого XML нету в помине. Все наши объекты, они явно создаются. Ну, вот можете посмотреть, мы абсолютно явно просто создали сервис. Более того, теперь у нас все аргументы, все сервисы становятся type-save. Мы в сервис какой-то другой класс, неподходящего типа, ну, просто не подставим в аргументы. Также некоторые ошибки, они просто перешли в compile-time. Ну, например, если мы хотим добавить какой-то аргумент в конструктор с XML, у нас бы даже запустился контекст, если бы мы забыли добавить соответствующий тег в нашу XML-конфигурацию. Теперь нам подскажет идея, ну, нам подскажет, естественно, компилятор, если мы изменили число аргументов у конструктора. Ну, вот еще и другие ошибки, они просто перешли в compile-time. Это очень удобно, ну, когда у вас приложение большое, монолит и компилируется долго, чтобы не запускать каждый раз, ну, чтобы не запускать и смотреть, ну, вот compile-time чеки, они могут вам сильно помочь. Ну, и вообще рефакторинг, и вообще рефакторинг теперь становится очень естественным. Ну, действительно, все студии, идеи, они теперь оперируют непосредственно Java-кодом. Им не нужно парсить никакие XML-ки, если мы хотим что-то добавить, что-то переименовать. Это операция над обычными Java-классами. Ну, это очень-очень удобно. Так, это не первый слайд с плюсами. Еще основной плюс, что работают смарт-подсказки. Ну, действительно, подсказки настроены для работы с Java-кодом. Они у нас теперь, ну, работают в полную силу, могут подсказывать, там, классы, которые необходимы. Ну, и использование Java-базед конфигурации также позволяет отделить Spring непосредственно от ваших доменных объектов, от вашей бизнес-логики. Поэтому, используя Java-базед конфигурацию, вы можете быть абсолютно спокойны за наличие, ну, за возможность, что можно вовремя удалить какие-то Spring-классы и аннотации. Ну, и вообще, Java-базед конфигурация, она просто очень модная. Она современная, и большинство приложений, ну, фреймворков, в частности, Spring Boot, он подразумевает использование изначально именно Java-базед конфигурации. Тем не менее, за много лет накопилась масса документации на XML. Не обращайте на нее внимания. Если вы владеете Java-базед конфигурацией, вы можете писать гораздо более красивое приложение. В Java-базед конфигурации есть некоторые минусы. Все-таки может произойти смешение бизнес- и конфигурационной логики. Ну, действительно, если у вас есть какой-то класс Person Service, и вы хотите сделать у него настройки определенные, вы можете это сделать непосредственно в вашем классе Person Service, а можете это сделать в том методе, который возвращает нам Spring Webin. этого класса. Где лучше это сделать, ну, определяется по ситуации. Где это реально делается, зависит от того, насколько проще добавлять логику в тот или иной конструктор. И часто происходит смешение конфигурационной логики и непосредственно вашей бизнес-логики. За этим нужно следить. В некоторых ситуациях Java-кода нужно действительно больше, чем XML. То, что мы можем заменить, например, одной строчкой расширения в XML-конфигурации, в Java-классе нам понадобится достаточно много строчек, чтобы нам правильно сконфигурировать какой-то бин. Ну, и вот подобное использование, оно требует некоторой дисциплины для разработчиков, чтобы не происходило смешение бизнес-конфигурационной логики. Ну, и чтобы код писался чище, проще и так далее, и так далее. Ну, и Java-based конфигурация, если вы хотите переписать какой-то готовый большой проект на Java-based конфигурации, то можно занять очень-очень много времени. С Java-based конфигурации проще начинать. Ну, проще начинать вообще со специализированных фреймворков типа Spring Boot, которые содержат массу других настроек. Вот Java-based конфигурация, она очень простая, когда приложение изначально разрабатывается без XML. У вас правильного размера сервис, у вас правильное количество аргументов в конструкторе, переход же из готового приложения на Java-based конфигурацию может занять очень много времени и очень много кода. Что делать, если Java-based конфигурация недостаточно качественно используется в вашем проекте? Ну, если происходит смешение бизнеса конфигурационной логики, один из самых простых вариантов разделения данных логик – это просто вынести в отдельный пакет, в отдельный модуль, возможно, в отдельное приложение, саму конфигурацию и файлы, которые их настраивают. Безусловно, это требует определенной дисциплины. Если вы не хотите разделять так ваше приложение, договаривайтесь с командой, делайте ревью друг друга, следите за качеством кода. Если у вас ваши конфигурационные файлы размещены в определенном пакете, вы можете собирать достаточно просто метрики тех классов, которые их используют. В идеале конфигурационные классы не должен использовать никто, кроме тех приложений, которые действительно будут использовать ваши конфиги. Если у вас, получается, действительно большие классы конфигурации, вы можете большую проплему разделить на несколько маленьких. Анотация импорт, она равносильна тегу импорт, который используется в XML конфигурациях, в XML контекстах. Хочу от себя добавить, что почему-то в Java-based конфигурации, хотя она, по сути дела, равносильна XML конфигурации, классы делятся как-то проще и естественнее. Скорее всего, классы бывают и большие, и маленькие. Вы можете вынести отдельный конфиг, состоящий из двух бинов, выносить отдельный XML, состоящий из двух бинов. Он немного странный и неудобный. Еще одну рекомендацию хочу дать. Начинайте именно со Spring Boot. Если вы хотите разрабатывать ваше приложение, он по умолчанию использует Java-based конфигурацию. Это будет очень хорошо для вашего приложения. Перед тем, как перейти непосредственно к Spring Boot, у меня тут поступил вопрос, как Spring узнает, где искать класс, аннотированный конфигурацией, аннотацией. Если вы работаете в веб-приложении, то в веб-XML или в соответствующем классе вы можете прописать, что давайте начнем сканировать с определенного класса. Чаще всего с этого класса начинают сканировать другие фреймворки, например, Spring MVC и так далее. Этот центральный класс, конфигурация, он прописывается при старте приложения. Если вы работаете не с веб-приложениями, или, например, у вас нет просто фреймворка Spring MVC, тогда вы можете руками просто сказать, что я хочу создать annotation-based context. Собственно, есть специальный класс контекста в Spring. И вы можете ему передать, причем даже не название класса, а именно вот мета-объект класса, который описывает вашу конфигурацию. Spring сам, начиная с этой конфигурации, разрулит все бины и, возможно, поднимет другие фреймворки. Если у кого-то есть еще вопросы, вы можете, наверное, их задать. Перед тем, как мы перейдем к Spring MVC. Есть у кого-нибудь вопросы? Так, ну, вопросов нет. Юрий, один вопрос есть. А, давайте. А, я на него и ответил. Я, наверное, кнопочку где-то нажал. Все, вот так, Гарсян пока. Все, я ответил. Отлично. Ну, давайте перейдем теперь непосредственно к классу Spring MVC. К фреймворку Spring MVC. Есть потрясающая картинка на сайте Spring MVC. Я ее не стал здесь использовать. Я использую другие картинки, ну, те же самые по сути. Spring Framework представляет собой набор подфреймворков, которые вы можете использовать в вашем приложении. Например, Spring MVC отдельный компонент, Spring MVC отдельный компонент. Каждый этот компонент вам необходимо перерабатывать, настраивать. Чаще всего создавать какие-то специальные бины, связанные с этим компонентом. Ну, Spring MVC, он предоставляет это все, ну, буквально на блюдечке. Вы можете просто объявлять зависимость от вашего, зависимость от вашего какого-то фреймворка, который вы хотите использовать. И Spring MVC сам непосредственно создаст вам все приложения, все необходимые бины и настройки. Ну, Spring MVC, он специально, ну, и по названию понятно, что он предназначен для максимально быстрой разработки. Есть даже веб-сайт StartSpring, который позволяет вам выбрать нужные фреймворки и скачать уже готовый шаблон этого приложения. Сразу доступны какие-то общие плюшки, например, логирования. Если вы используете какой-то Spring MVC, заранее уже подключены какие-то шаблоны, какие-то view-темплейты. И маршалинг в Spring MVC, например, есть сразу подключенный, настроенный Jackson, маршалинг из JSON в HTTP-запросы. Spring MVC сам автоматически конфигурирует эти компоненты. Если у вас встречаются, если у вас в Клоспасе, например, встречаются какие-то библиотеки, ну, GDBC-драйверы или Spring GDBC, Spring MVC автоматически подхватит и сконфигурирует вам необходимые бины. Как я уже говорил, Spring MVC по умолчанию использует Java-based конфигурацию. Никто не запрещает вам использовать XML-конфигурацию для Spring MVC приложений. Но в документации Spring MVC, на сайте Spring MVC постоянно упоминается, что если вы хотите использовать XML-конфигурацию, попробуйте это сделать на Java. И не смотрите ни на какие примеры, которые встречаются в интернете. Также Spring MVC, ну, он очень удобно подходит для разработки именно микросервисов и предоставляет определенные возможности для тестирования. Например, вы можете в Юнитесте очень простым образом запустить контекст, сделать ему какой-то запрос и вернуть результат. А результат уже обрабатывать непосредственно Юнитестом. Это очень-очень удобно. Ну, вот здесь у меня, здесь у меня на слайде я написал код из простого Spring Boot приложения. Ну, здесь есть main class. Обратите внимание на аннотацию, в которой он помечен, Spring Boot Application. Вот эта аннотация, она содержит в себе, а точнее просто помечена, аннотации configuration, это та самая Java configuration, которая здесь есть, автоконфигурation, про нее мы поговорим позже. Ну, и, соответственно, вот эта аннотация позволяет вам написать одну строчку кода вместо нескольких. Ну, и вот такие вот... А, ну, естественно, вот тут вот ниже черная полосочка, это Properties File, Application Properties. По умолчанию каких-то свойств нет, ну, собственно, это и не нужно, потому что все настройки сделаны за вас по умолчанию. Ну, и вот данное приложение, оно уже может работать и может запускаться. Ну, на самом деле, из кода это все, тем не менее, очень много работы происходит при сборке вашего приложения. Ну, вот здесь размещен пример POM XML, опять это XML, который, ну, вот, который собирает ваше приложение. В данном случае Spring Boot Maven плагин, который собирает вот это вот приложение, он как раз подтянет всевозможные зависимости автоконфигурируемые. Parent, Spring Boot Starter Parent содержит, ну, описание, ну, и сконфигурируемые уже других библиотек, например, логирование и так далее, и так далее. Ну, собственно, вот такое вот приложение. Основной плюшкой Spring Boot является автоконфигурация. Автоконфигурации, они основаны, ну, вот, на данных conditional bin, нах, которые здесь приведены. Это ключевой механизм. Ну, и давайте расскажу, как сделать, например, свой conditional bin и расскажу про то, какие вообще conditional встречаются в Spring Boot. Ну, для того, чтобы сделать условную конфигурацию, ну, вот, здесь, например, на методе gdbc-user-dao есть специальная, ну, во-первых, аннотация bin, которая говорит, что мы будем возвращать bin в этом методе. И аннотация conditional говорит о том, что мы задали какое-то условие. В данном случае MySQL Database Type Condition – это наш класс кастомный, в котором, ну, часто стерилизовано какое-то условие по наличию, например, MySQL-базы или по доступности MySQL-базы. Ну, ниже определен bin, который будет включаться только, если верно, вот MongoDB Database Type Condition. Соответственно, подключение данной конфигурации в ваше приложение, оно будет позволять вам создавать тот или иной bin в зависимости от, ну, от доступности, например, базы данных MySQL, MongoDB, драйверов в ClassPass или что-то еще. Вот таким образом устроены многие другие модули Spring Boot. Ну, собственно, вот эта условная конфигурация, автоконфигурация, включается аннотацией enable auto configuration. Она на самом деле и есть здесь. Ну, то есть вот Spring Boot Application содержит в себе. Но для того, чтобы это включить или настроить, используется вот данная конфигурация или отключитель. Вот здесь приведен список различных модулей оберток Spring Boot над действующим модулем Spring Framework. Ну, например, вот есть Spring Boot Starter GDBC. Это обертка над Spring, ну, над самим Spring GDBC. В данном случае подключение вот этого модуля в ваш Maven проект позволяет вам, ну, позволяет вам сразу получить настроенные дата-сурсы, GDBC темплейты, которые вы можете использовать. Ну, собственно, конфигурация Spring Boot приложения для того, чтобы подключиться к какой-то базе данных, ну, заключается просто в том, что мы подключаем Spring Boot Starter GDBC и указываем соответствующий пропертис у нас в нашем рекреационном файле. Вот Spring Boot Starter GDBC как раз поймет, что нам необходимо работать с GDBC, создать все необходимые бины. В частности, бин-дата-сурс будет создаваться, ну, вот с нашими пропертис, которые здесь описаны. И также создаст другие бины, например, GDBC темплейт, ну, и которые мы можем просто использовать в наших приложениях, уже готовые. Такие Spring Boot Starter обертки есть для многих Spring фреймворков. Ну, и здесь приведены только несколько MVC, Transaction, AOAP. Это есть для Spring Data, Spring Cloud и так далее, и так далее. Вот этот механизм автоконфигурации является ключевым механизмом, который вам позволит, ну, почти не задумываться уже о конфигурации Spring приложений. Ну, и неотъемлемой частью Spring приложений, волей и источником ошибок является пропертис файл. Ну, одним из... Вообще пропертис файлы – это отличная затея. Жалко, что изначально они были придуманы именно в кодировке ISA 88591. Ну, по стандарту именно вот пропертис файлы должны иметь именно вот такую кодировку. Конечно же, мы все используем кодировку UTF-8, ну, собственно, как и Spring. В данном случае могут возникнуть ошибки при переходе, например, с какого-то уже фреймворка, написанного по стандарту, ну, на Spring. Для того, чтобы это разрулить, да и просто для того, чтобы использовать XML, тогда еще Sun придумали специальный формат для пропертис файлов, который использует XML. Ну, вот можете посмотреть вот здесь, вот такой вот он ужасный. Spring позволяет полностью отказаться от подобных устаревших пропертис файлов и использовать, ну, стандарт YAML, YAML-разметку для пропертис файлов. Ну, вот можете сравнить, как выглядят пропертис файлы, ну, по стандарту Java, и YAML те же самые свойства. Они понятнее, структурированнее. Более того, в Spring есть масса других плюшек, которые, ну, используют части стандарта YAML. Например, пропертис, например, профили объявлены несколькими секциями в этих YAML файлах. Вы можете делать массивы, очень-очень удобный формат. Комментарии, естественно. Ну, и работать с этими свойствами заключается в том, что мы конфигурируем наше приложение и кладем этот файл в какое-то место, и наше приложение использует этот файл. Вообще, класть эти файлы можно, ну, почти в любое место. В Spring есть возможности, ну, естественно, читать их из ClassPass. Их можно смело положить в JARNIC, VARNIC. Можно работать с ClassPass в широком смысле. Например, положить тот же Properties файл, ну, вот здесь вот написано varlib.tomcat.conf папка. В данном случае эти файлы будут использованы, ну, эти файлы будут лежать непосредственно в томкате, использоваться запущенным из сервера контейнера приложением. Spring также предоставляет, ну, так называемый externalizer конфигурации, положить просто во внешний файл. Вот в данном случае вы можете создать какой-то файл настроек и использовать его в вашем Spring приложении. Нужно ли класть эти все свойства в Git-репозитории? Ну, вообще, рекомендации по Configuration Management, все эти свойства, ну, должны обязательно лежать в контроле версии. В данном случае все должны лежать в контроле версии. Вот эти все файлы вы можете разрабатывать в репозиториях как со своим приложением, так и лежать в отдельных Git-репозиториях. Еще одна возможность использования Properties файлы через системные свойства. Помимо простых строчных значений, системные свойства можно положить непосредственно просто JSON. Ну, и также можно задавать какие-то свойства через параметры запуска. Давайте подумаем, что если мы положим их в Git, и они у нас будут лежать абсолютно в другом репозитории. Ну, оттуда из Git-репозиторий достаточно тяжело получить. Вот Spring позволяет возможность брать не только из системных свойств Properties файлы в вашем приложении, не только из параметров запуска, не только из файла в широком смысле в каком-то месте, а он позволяет вам брать сервера в широком смысле. В частности, можно в ваше приложение использовать настройки, лежащие в Git-репозитории. Можете использовать лежащие файли на сервере. Ну, или вы можете написать ваш собственный конфиг-сервер. Ну, собственно, вот здесь приведен пример. Это тоже проект, сделанный на Spring Boot с использованием модуля Spring Cloud. Ну, для того, чтобы разработать ваш собственный конфиг-сервер, куда будут обращаться все ноды и получать оттуда различные Properties, ну, не нужно писать много кода, достаточно добавить Enable Config Server в ваши аннотации, задать соответствующий репозиторий, откуда вы будете брать сами Properties, ну, в данном случае это ссылка на репозиторий GitHub, где лежат свойства. Ну, и, соответственно, прописать соответствующие депенденции. Вот, собственно, Spring Cloud Config Server – это и есть та депенденция, которая позволяет вам использовать подобные возможности. В данном случае клиент пишется очень просто. Вы задаете адрес вашего конфиг-сервера, задаете соответствующие зависимости. В данном случае конфигурация Java-приложения в вашем... получить Properties в вашем приложении, оно становится абсолютно прозрачно для программного кода. Вы просто запускаете приложение, и когда доходит дело до вашего юзер-кода, вы уже имеете все готовые Properties загруженные с вашего сервера. Вот такая вот... Ну, и, соответственно, использование этого конфиг-сервера, о котором я хотел рассказать, оно очень хорошо упрощает жизнь. Ну, если мы живем без конфиг-сервера, то нам придется править настройки, собирать новую версию для каждой ноды, останавливать каждую ноду, обновлять ее, запускать заново, то с конфиг-сервером нам достаточно просто поправить настройки в Git, они сохранены, перезапустить конфиг-сервер, ну, перезапустить здесь в широком смысле. Приложение может остаться запущенным, но мы можем просто перезагрузить данные Properties. И дальше мы просто перезапускаем каждую ноду по одной. Ну, вот, собственно, это та самая плюшка, которую я хотел рассказать от Spring Data, которая может облегчить жизнь в вашем положении. Если ваш телефон работает еще после первой ссылки, вот вам второй QR-код и вторая ссылка, по которой вы можете прочитать подробнее про подобную Spring Cloud конфигурацию. Ну, я хочу сказать спасибо за внимание. И пришло время вопросов. Поставит вопрос, можно ли использовать Ямал Property в обычном нибудь приложении на Spring. Конечно, можно, абсолютно спокойно. Куда лучше класть чувствительные параметры в конфигурациях, такие как пароли отстроенных сервисов. Ну, пароли отстроенных сервисов обычно кладут вот непосредственно в такие файлы. Ну, вот, вот эта вот папка etc.luxoft.suml.app.yaml, да, вот этот вот файл, он, я его не просто так написал, он как раз и продиктован в нашем проекте. Вот, в данном случае у нас в проекте, ну, естественно, с другими названиями, лежат непосредственно в пароле. Расположение файлов паролей, ну, вот, в данной конфигурации, оно очень просто настроить безопасность. Безопасность настраивается на уровне прав доступа к Linux папкам. Ну, и, соответственно, вот чувствительные конфигурации, они попадают именно сюда. Еще вопросы? Ну, вот тут Артем спрашивает, подскажите, пожалуйста, как локально поднять HTTP сервер с помощью Spring Boot? Нужен ли дополнительный сервер-контейнер? Могли, в общем, чертать, описать, как быстро создать базовое приложение, которое можно пощупать через браузер. Ну, для того, чтобы запустить, разработать вот подобный HTTP сервер с помощью Spring Boot, ну, не нужно ничего дополнительного. Я могу, в принципе, вот показать прямо, вот здесь, если видно. Здесь есть замечательный сайт StartSpring.io. Вот подобный сайт, вы можете задать параметры вашего приложения. А, совсем забыл сказать, вы можете также выбрать, не использовать в вашем Spring Boot приложении Maven, который тоже, по сути, XML, а использовать можете Gradle. Ну, вот, собственно, вот здесь это меняется. Ну, и можете просто добавить какой-нибудь веб-фреймворк. Если вы нажмете Generate Project, ну, вот у вас готовый курс. Ой, вот у вас, пожалуйста, готовое веб-приложение. Никакого сервера-контейнера не нужно. При сборке у вас будет собираться ваше... в вашу непосредственно джарку, сам там кат, ну, или другие веб-серверы, сервер-контейнеры, например, Jetty, по выбору. Ну, и вы просто его запускаете, и он у вас работает. Вот, я ответил на вопрос. Можно ли, как использовать грубью конфигурацию? Я, честно, не знаю. Насколько я знаю, он грубью конфигурацию использует в настройках логера чаще всего. Ну, вот в Spring Boot как раз есть некоторые проблемы с автоконфигурацией, потому что он делает настройку логера заранее, и некоторые моменты в настройке поменять, в принципе, не получается. Я не знаю, с чем это связано, с грубью конфигурацией, или с тем, что Spring Boot много дополнительных настройок сделает. Но я, честно, не встречался. Вот с этим. Так. Как я понял, конфигурация приложения лучше начинается с Java Basic конфигурации. Да, абсолютно верно. Когда вы, ну, вообще лучше, ну, ваш сервис начинать на соответствующих фреймворков, которые вызывают вам быстро разработать. Ну, в частности, Spring Boot, он просто содержит в себе Java, основанная Java Basic конфигурация. Ну, и Java Basic конфигурация, когда она используется в маленьких проектах, в небольших поначалу, она очень красивая. Вот, вы можете красиво писать классы, использовать OOP стиль, разбивать на модули ваше приложение, если необходимо. Ну, вот Java Basic конфигурация, она очень удобна именно вот в начале приложения. Ну, вот, а перейти какой-нибудь огромный монстр Monolith с XML конфигурацией на Java Basic достаточно тяжело. Тут еще спрашивают, почему последнего докладчика Борода, потому что я не брился. Есть ли смысл превращать Spring Boot приложение в нормальный Spring Boot Framework Application через полгода, через год? Если есть, то зачем? Ну, это зависит от архитектуры. Если вы работаете, например, в микросервисной архитектуре, то, разработав новый сервис, ну, вы можете просто выпускать новый, ну, и ничего страшного, если у вас год-два будут ваши приложения работать на Spring Boot приложениях. Если у вас другая архитектура, другие потребности, вы хотите развить ваше изначальное приложение в гораздо что-то более сложное, ну, возможно, возникнет необходимость переходить в Spring Framework. Чаще всего необходимость возникает, когда вам нужно, ну, абсолютно критично нужно сделать какие-то настройки, которые Spring Boot жестко задал. Ну, например, в Spring Boot не поддерживается GSP, именно если запускать его с вложенным, с встроенным внутри тамкатом. Если по каким-то требованиям необходимо использовать именно GSP, ну, в данном случае, или собирать какой-то варник, или переделать со Spring Boot, или переделать полностью ваше приложение в нормальное Spring положение, ну, вот встает вот такой вот вопрос. Можно ли подсунуть Spring Boot у своих конфиги? Свои конфиги в Spring Boot, собственно, и подсовываются. А вот конфиги LogFoG, скорее всего, он не распознает, потому что, ну, во-первых, он использует LogBack по умолчанию, ну, а во-вторых, он делает, ну, какие-то свои серьезные предустановленные настройки для LogFoG, для логера. Может ли способ конфигурации влиять на скорость инициализации контекста? Конечно. Более того, он влияет. Ну, представьте, сколько времени требуется для того, чтобы распарсить XML, ну, примерно на тысячу строк. И это не просто парсинг, ну, разбили на деревьях, а еще нужно вычислить, например, Spring Expression, логайвачи, какие-то другие. Ну, это серьезно влияет на скорость запуска контекста. Вот чем Basic Конфигурация отличается от Annotation Конфигурации? Ну, на самом деле, грань очень тонкая. Ну, собственно, вот это я и пытался описать в начальном слайде. Вот принято называть, ну, я поддерживаю эту терминологию, что Java-based аннотация – это вот именно использование вот таких вот MyService бинов. То есть мы метод помечаем бином и руками создаем сервисы, которые мы дальше используем. А вот отметки на наших сервисах аннотациями сервис, использование AutoWire, ну, собственно, вот это и принято называть Annotation Конфигурации. Ну, вот такая вот тонкая грань. Конечно, как я уже говорил, встречаются смесь Annotation и Java-based конфигурации. Ну, вот это вот самое частое. Сам, вот смесь именно это, они чаще встречаются, чем чистая конфигурация. Так, я вроде на все ответил. Ага, мне тут пишут, что контекст на XML инициализируются быстрее, чем Java. Ага, хорошо, схожу за пруфами. Я это посмотрел. А, как происходит в Dependency Injection? Ну, вы можете, если использовать без AutoWire, ну, задаете параметры вот этого метода, который, задаете параметры метода, который, собственно, вот здесь вот и написан. Ну, и, соответственно, получается, у вас какие-то другие вины. Вот, ответил на вопрос? Нет. GSP и Spring Boot вообще никак не связать. Ну, можно связать. Но в данном случае возможность запускать со встроенным там CAD-сервером у вас не будет. То есть, если запаковать в классический VAR, то там, пожалуйста, используйте GSP. Но со встроенным в джарку сервет-контейнером, ну, такого не получится сделать. Наверное, и не надо, потому что есть более удобные движки шаблонов. Продолжение следует...